Приветствую вас! Если я правильно понял, то вы хотите нанять психолога для того, чтобы он, психолог, помог вашему подчиненному разрешить определенные свои проблемы, определенные свои трудности, которые, скорее всего, мешают вашему подчиненному выполнять его профессиональные обязанности, в которых вы напрямую заинтересованы как начальник. Надо сказать, что я вас хорошо понимаю, надо сказать, что я считаю, что вы молодец, я считаю, что вы очень хороший начальник, раз заботитесь о психологическом здоровье своих подчиненных, и, ну, например, не уволили его только потому, что он вот как-то неправильно выполняет свои функции, выполняет свои обязанности. Я считаю, что в этом контексте вы молодец. Я считаю, что многим начальникам в этом вас нужно поучиться. Но понимаете, у психологической помощи есть некоторая специфика. И специфика эта связана с тем, что если человек не хочет, чтобы ему помогли, если человек сам свою проблему не осознает, то помочь ему не представляется возможным. Вот это специфика психологической помощи, что помочь можно только тому, кто сам осознает свою проблему и хочет с ней что-то сделать. Поэтому вот, к сожалению, если ваш подчиненный не хочет, не видит проблемы, мы ему помочь, к сожалению, не сможем никак. Вот это то, что вам нужно понять. Это то, что, на мой взгляд, является, ну, очень важным в данном контексте. И без этого понимания, без вот этого аспекта, без вот этого нюанса, к сожалению, без этого нюанса не получится никак помочь вашему подчиненному. Если он проблемы свои осознает, если он хочет их решать, но он не может их решить. Да, конечно, выбирайте любого эксперта. На нашем ресурсе мы поможем, мы постараемся сделать так, чтобы вашему подчиненному помочь, мы пытаемся что-то для него сделать. Вот. Безусловно, это вполне в наших силах, безусловно. Но я хотел бы, чтобы вы вот отдавали себе отчет в том, что есть вот такая специфика нашей работы. Что специфика нашей работы заключается именно в том, что если человек сам хочет, чтобы ему помогли, ему можно помочь. Если за него кто-то решает помочь, в данном случае это вы. Ситуация усложняется. И надо сказать, что вы можете замотивировать своего подчиненного на помощь. Да, это вполне вам по силам замотивировать человека. Сказать ему, например, что если ты не будешь получать психологическую помощь, то я тебя, например, уволю или там что-нибудь еще. То есть, например, скажем, буду платить меньше жалования. Вот. Ну и так далее. То есть вы можете замотивировать человека на то, чтобы у него был стимул работать. Это вот сделать вы вполне можете. Это вам по силам. Ну а вот если у человека желания нет работать над своей проблемой, то я боюсь, что ему помочь никак не получится. Что же касается всего остального, то и я, и мои коллеги с радостью вам поможем, с радостью сделаем для вас все, что в наших силах, для вас и для вашего подчиненного. Мы поможем, вы можете на нас рассчитывать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные у вас остались, будут оптануть. Пишите в личку, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Готового мнения И Продолжение следует...